Всем привет, друзья! И с вами я, Хамков Рома. И сегодня я пообщаюсь с самыми известными представителями музыкального и инфобизнеса. Итак, поехали! Сейчас за моей спиной вот-вот уже собираются зрители. И очень скоро на сцене появятся Ксения Собчак и инстасамка. О чем же они расскажут, смотрите в нашем выпуске. И не переключайтесь, будет очень интересно. Ну, а если кто-то не знает, кто такая Ксения Собчак и почему я вообще здесь стою перед вами, есть такие люди в зале? Ау! Вот, я знала, что таких очень мало. Мне все говорят, что уровень узнаваемости у меня примерно как у Микки Мауса в этой стране, чему я, кстати, очень рада. Как же всегда оставаться интересным? Об этом рассказала Ксения Собчак. Внимание на экран! Стать успешным и чтобы этот успех пришел к тебе не на неделю, не на две, просто из-за какой-то случайности. Это самому становиться источником новой информации, новых интересов. Тогда, в нулевые, в начале нулевых, самым главным способом прославиться было, конечно, телевидение. И все мечтали туда попасть. Я не была исключения. И это было время расцвета телевидения. Только началось MTV, только начались какие-то модные прогрессивные форматы. И это все было очень свежее. Телевизор был очень модным. Это не как сейчас, что его, в принципе, никто не включает. И он висит в себе такой черной историей у тебя в гостиной, а у кого-то уже и не висит. Как пробиться закрытой тусовки и стать частью элитных сообществ? Ну, то есть ты заходишь в какое-то место, или ты знаешь, что происходит какая-то крутая вечеринка, находишь на нее приглашение, и тебе кажется, что это какой-то долгий путь. Ты один раз посидел, как дурак, второй раз посидел, как дурак. Но, друзья, на третий раз ты точно с кем-то познакомишься, ты войдешь в контакт, и ты постепенно станешь своим. Как и каким образом можно войти в этот круг? Только одним. Через мелькание и доверие, которое завоевывается через близость с этими людьми. Как только ты уже войдешь в этот круг, круг больших денег, больших предпринимателей, там работают совершенно другие законы. Этим людям уже ничего не стоит, если они поверят в твой бизнес, в твои инвестиции, дать тебе большой кредит, сделать с тобой бизнес, заключить какое-то партнерство. Но ты должен стать частью этой системы. Человек, который сфоткался со звездой и выставил интеграцию, частью этой системы не станет никогда. Ты должен стать своим. Как создать ажиотаж и интерес вокруг своей персоны? Маша Пупкина, кто она? Хрен знает, кто она. Но она все время тусуется в определенной истории с определенными людьми. Ее все знают. Ей никто не отказывает. И когда Маша Пупкина звонит, в том числе мне, и говорит, слушай, можно я к тебе зайду и так далее, ну вроде как уже неудобно отказать. Потому что Маша Пупкина веселая девка, милая, всегда с тобой классно здоровалась и общалась. Но чего я буду отказывать? Вроде все из одной компании. Насколько важен твой внешний вид для твоего продвижения? Нам все время кажется, что если мы как-то очень просто что-то там оделись, и на нас не написано крупным шрифтом какой-то модный бренд, то люди не поймут, что я потратил деньги на эту одежду. И у меня тоже все в порядке. Нет, все все поймут. Наоборот, вот эта вся кричащая роскошь, какие-то все эти излишества, они как раз выдают вас, человека, который слишком пыжится, чтобы что-то показать. И в итоге это все наводит на мысли об арендованной квартире в Сити на один день, Ламборгини, которую взяли тоже на день пофоткаться, и прочих радостях жизни, которые мы наблюдаем у инфо-цыган каждый день. Привет! Как тебе сегодняшнее событие? Привет! Ну, на самом деле, очень грандиозный форум. Очень много людей, очень много спикеров, которые вещают на очень актуальные темы для блогеров, для предпринимателей, для людей, которые хотят заявить о себе, для людей, которые хотят развиваться, продать себя, либо продать свой бизнес. И, безусловно, важно делать такие форумы, собирать людей, чтобы все друг с другом знакомились, знакомились с брендами. И, на самом деле, сейчас очень важно развивать свои соцсети, потому что это вы, ваше лицо, ваш бренд. Это, безусловно, важно. И я считаю, что такие мероприятия обязательно нужно проводить и посещать. Как ты относишься к прогревам и развитию своих соцсетей? На самом деле, для блогеров это, конечно же, важно и максимально помогает собрать аудиторию. Но когда некие прогревы переступают черту, какие-то границы определенные, тогда, конечно, это малость уже кринж, и, конечно, от этого стоит отказаться. Но, в любом случае, без этого никуда. И любому блогеру обязательно нужен какой-то инфоповод, либо какой-то прогрев, чтобы набрать аудиторию. А как ты думаешь, когда блогер делает прогрев, хайп – это помощь или враг для него? Черный пиар – тоже пиар, как мы любим говорить. Ну, главное, чтобы не переступали черту какого-то дозволенного и не переходили уже на личности, либо там какие-то прям, ну, супермерзкие скандалы. Я предлагаю уже переходить к делу. Да? Я вот давно жду. И так прямо сейчас на эту сцену выйдет хип-хоп-исполнитель, музыкальный продюсер. Поп-звезда – самая популярная российская певица по международному рейтингу. Кьюборд. Готовы? И так встречайте! Маникел и Истасанка! Сейчас мы пообщаемся со Стасанкой и узнаем, продолжит ли она хайповать или она переоблылась в хорошую девочку. Не переключайтесь, будет очень интересно. Если у вас нет средств на то, чтобы осуществлять хайп, который вы бы действительно хотели сделать, то вам придется трудиться в три раза усерднее, чем вы бы могли проплатить, допустим, с кем-то медийным отношения или взорвать ту же машину в поле, да, вы понимаете, о чем мы говорим, или реализовать все, что придет вам в голову. Во сколько же обошелся Истасанке ее самый скандальный хайп с «Зеленкой»? Внимание на экран! Придумали просто эту историю с «Зеленкой». «Зеленка» просто облиться с «Зеленкой» и сказать «Ага, меня облили с «Зеленкой».» И мы сделали это. «Зеленка» стоила 50-30 рублей. Ну как ты думаешь, сколько человек за день посмотрело этот ролик? Напиши в комментарии. Истасанка поделилась, что ни в коем случае нельзя делать людям, которые хотят стать медийно узнаваемыми. Перед тем, как выкладывать инфоповод, он у вас упакован, вы придумали, что вы хотите сделать или подогреть как-то свой продукт, не делайте это спонтанно и не решайте ничего сами. Вот типа вы решили, проснулись, выложили и не подумали вообще абсолютно о последствиях. Спросите, максимальное количество людей, которым вы доверяете, возможно, с которыми вы работаете, реалистично ли выглядит та ситуация или круто ли выглядит тот инфоповод, который вы придумали. И, конечно же, было бы круто посоветоваться с максимальным количеством именно специалистов. Ну а для тех, кто досмотрел наш выпуск до конца, Инстасанка дала самый важный совет, с кем ни в коем случае нельзя работать для личного бренда. Были такие случаи, когда мы увольняли людей из-за того, что... Ну вот мы их тегали в постах, а заходишь к ним в профиль, а они там ругаются, какие-то претензии предъявляют первому каналу или каким-то редакторам каких-то шоу. То есть вы должны в своем поле, если вы хотите, чтобы у вас все было чисто, вокруг себя иметь людей, у которых тоже все чисто. Вы смотрели программу «До 17 и старше». А с вами был я, Хамков Рома. До новых встреч! Смотрите нашу программу «До 17 и старше», ведь мы всегда бываем в гуще событий. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». Тема нашей программы сегодня – русские конные охоты с борзыми собаками. И в процессе передачи я постараюсь ответить на три очень важных вопроса. Первый вопрос. Какое значение в истории и культуре России имели русские конные охоты? Далее. Какие правила и особенности русской конной охоты? И, наконец, можно ли стать участником конных охот сегодня? Итак, русские конные охоты. История и современность. Такого вы точно нигде не услышите. Итак, наступил октябрь. А значит, сезон охот. Мы сейчас не будем рассказывать вам о промысловых охотах, когда целью охоты является добыча зверя. Мы поговорим об охотах как старинной русской забавы, полной удали, смелости, мастерства, которая требовала большого знания повадок животных и умения владеть лошадью. Охота всегда была и остается экстремальной верховой ездой. Русские псовые охоты имели большое значение в истории и культуре России. Обычно осенью собирались в поместьях дворяне для того, чтобы предаться старинной русской потехе, охоте. Это были собрания, на которых мужчины обсуждали политические и экономические вопросы государства, заключались союзы, подписывались договоры. В конце концов, заключались и брачные союзы. И это имело большое значение для развития государства. Такие ассамблеи. Это была старинная традиция продолжения тех самых ассамблей, которые ввел еще Петр для развития культурной жизни государства. Кроме того, охота имела огромное значение в деле подготовки воинов-кавалеристов, потому что мужчины служили всегда в кавалерии. И вот эта смелость, удаль, мастерство верховой езды в экстремальных ситуациях имела колоссальное значение для развития военного дела и военного искусства. Кроме того, это настоящий спорт. Обычная охота занимает 6-8 часов. И нахождение в седле такое длительное время – это серьезная физическая нагрузка. Это прекрасный спорт на свежем воздухе, полной опасности и, конечно, мастерства. Охота с псовыми борзыми была распространена на Руси, поскольку ее просторы и огромные поля позволяли борзын нестись за зверем и развивать огромную скорость – скорость борзой собаки в 60-80 километров в момент скачки за зверем. В Европе с охотами было иначе. В Европе была распространена парфорсная охота. В переводе с французского – парфорс, через силу. Эта охота применяла гонщик собак. Всадник следовал за гончей собакой и преодолевал различные препятствия, неожиданные для самого всадника. И всадник преодолевал изгороди, кустарник, перепрыгивал канавы и бежал, и скакал за собаками, поскольку собаки, взяв след, преследовали добычу. И такая охота получила широкое распространение. Именно при Людовике XIV, где-то в конце XVII, в начале XVIII века, готовился специальный штат прислуги, который сопровождал эту охоту. Это и пешие конные егеря. Так как такие охоты были в основном скачками по пересеченной местности через препятствия, конечно, эта охота способствовала развитию физической культуры и спорта в то время. При Людовике XV был специальный стиль музыкальной культуры, специальная охотничья музыка, которая достигла при этом правители своего наибольшего расцвета. А вот в XIX веке под влиянием Англии во Франции произошли изменения таких охот. Уже берегли зверя, и зверь был лишь поводом, чтобы заняться охотничьим спортом. Зверя берегли и выпускали за несколько часов до возможной поимки. Звери содержались в вольерах и выпускались в природные парки для охоты. И, соответственно, уже охота носила другой характер. Скорее всего, парфорсные езды и парфорсного спорта, охотничьего спорта. В России же эта охота парфорсная тоже стала популярна. И была она распределена не только по Франции, Англии и России, но еще и в Германии и Италии. Иногда охоты сочетали в России применение собак, как борзых, так и гонщих. Тогда охота называлась комплектной. И все же любовь именно к классической охоте с русскими псовыми борзыми в России была неистребима. Поскольку простор русского поля и несущаяся с сумасшедшей скоростью собака, которая преследовала зайца, лису, реже волка, это необыкновенной красоты зрелища. Но охота с борзыми возможно только в поле. В лесу борзая собака бессильна. И поэтому борзые собаки, русские псовые, конечно, они для наших просторов и нашей традиционной русской охоты. И сегодня сторонники таких охот есть среди конников. Многие конные клубы развивают эту традицию, и это прекрасно. Смотрите выпуск до конца. Будет интересно. А сейчас я расскажу вам об особенностях русской псовой охоты. Дело в том, что русская псовая охота требует соблюдения строжайших правил, для того, чтобы зверь действительно был пойман. Но сегодня цель такой охоты, конечно, не добыча зверя, а по-прежнему активный охотничий спорт. Это общение с друзьями на свежем воздухе. Это занятие любимым делом. Общение с любимым животным, лошадью. И как приятно посидеть у костра на биваке, чтобы обсудить самые яркие и острые моменты скачки. Или зверь выскакивает неожиданно, или виден издалека в поле. Это так красиво, это так ярко, так необыкновенно. Конечно, основная задача охоты – это слияние с природой и общение с единомышленниками. В наших полях охота в основном происходит на зайцев и лис. Но это не важно, догнали мы зверя на охоте или нет. Охота считается успешной, если мы увидели зверя, подняли его, поскакали за ним. И замечательно, если зверь ушел в лес. Мы получили огромное удовольствие от созерцания красоты природы, скачки зверя, от работы с собак. И охота состоялась, все случилось, все произошло, даже если у нас нет в руках трофея. Какие же правила конной охоты? Охотники двигаются равняшкой, они выстраиваются в шеренгу и шагают по полю, так называемое «вытаптывание поля» в полной тишине, с небольшим расстоянием между всадниками, не больше двух-трех метров, для того, чтобы исключить возможность зверя убежать от охотников. В какой-то момент зверь поднимается в поле, если он есть в поле, он поднимается и начинает свой стремительный бег, поскольку он спасает свою жизнь. И в этот момент нужно дать команду борзым преследовать его. Если зверь поднят больше, дальше от всадников, чем 70 метров, то вряд ли собаки догонят такого зверя. И поэтому подъем зверя сопровождается немедленным посылом собак, а ту, для того, чтобы догнать этого зверя. И дальше начинается скачка всадников. Запрещается скакать за собаками, потому что собака легко может попасть под лошадь. Обычно всадники распределяются на два фланга и скачут параллельно собакам. Это имеет большое значение для поимки зверя, потому что параллельная скачка рядом с собаками отрезает возможность зверя уйти в сторону. И вот бег становится прямолинейным, и поимка зверя становится более реальной. Очень важно, чтобы охота с борзыми собаками была непременно конной. Во-первых, лошадь позволяет пройти большее расстояние, исследовать большее количество полей. Поэтому, естественно, шанс поймать зверя увеличивается. Кроме того, часто в поле густая трава, и собака не видит зверя. Поэтому собаки приучены, чтобы быть взятыми на седло и вместе с садником созерцать окрестности уже с высоты лошади. И в момент подъема зверя собака спрыгивает с коня и преследует добычу. А бывает так, что зверь поднимается, когда собака рядом с лошадью, а не в седле. И тогда всадник может преследовать сам добычу, указывая траекторию движения зверя собаки. Потому что собака в густой траве не может увидеть, как бежит зверь. И поэтому с высоты всадника это становится возможным. Еще очень важно, что когда зверь пойман собакой, всадник оказывается в этот момент на этом месте поимки зверя. И может вовремя отозвать собаку, тем самым сохранить зверю жизнь. Или в случае, если это трофейная охота, сохранить добычу в целости и невредимости. Потому что собака, естественно, пытается с этой добычей как-то расправиться. И бывает так, что если зверь пойман очень далеко, и всадник не подскакал, или вдруг охотник пешим образом охотится, то пока он дойдет до зверя, который пойман собакой, он найдет только кулачки шерсти и больше ничего. Что же нужно, чтобы стать охотником сегодня, поучаствовать в такой охоте? Нужно научиться ездить верхом и шить себе исторический костюм, охотничий костюм 18 или 19 века. И в добрый путь получайте удовольствие, занимайтесь охотничьим спортом. Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам понравилась наша программа. А с вами была я, Ларионова Ирина. До новых встреч в эфире. Всем привет! С вами я, Александра. И я, Диана. И это рубрика «Хочу все знать». Ну что, поехали! Почему кошка мурлыкает, когда находится рядом с человеком? Какое животное самое доброе и улыбчивое? Кто плавает, бегает и летает быстрее всех? Кто живет дольше всех? Вот представь, сидишь на диване и подходит к тебе твой пушистый дружок. Как ты думаешь, почему он мурлыкает? Мурчание у котов имеет особенный несколькочастотный характер. Обычно в пределах 25-190 ГГц, что делает его довольно глубоким и мелодичным звуком. Этот несколькочастотный звук может создать приятное чувство умиротворения и спокойствия, как для нас, так и для кота. Чем же это полезно для человека? Во-первых, это уменьшение стресса. Когда мы слушаем мурчание нашего любимого питомца, у нас уменьшается уровень стресса и племоги. Во-вторых, снижение давления и сердечного ритма. Исследования показывают, что прослушивание мурчания кота может помочь снизить артериальное давление и уровень пульса у человека. Ну и, конечно же, уменьшение чувства одиночества. Когда мы слышим, как мурлыкает наш любимый пушистый питомец, мы чувствуем себя менее одинокими и грустными. А для кошки? А для кошки это тоже хорошо. Когда она мурлыкает, она может выразить свою любовь и привязанность к нам. Когда кошка мурлыкает, это свидетельствует о том, что кошка чувствует себя хорошо в окружении с человеком. Саша, давай расскажем нашему юному телевизору, какие животные меняют свой окрас в зиме на белый. Давай! Все знают, что к зиме белеет заяц. Его так и называют – заяц-беляк. Но не он один таким образом готовится к зиме. Белый становится шерстка песца, горностая и ласки. Среди птиц белеет куропаточка. А вот белый медведь и полярная сова всегда круглый год белые. Как вы думаете, кто летает, бегает и плавает быстрее всех? А я вам расскажу. Если провести соревнования среди птиц, животных и рыб, то победили бы рыбомеч, гепард и белохвостый скриш. Гепард бежит со скоростью до 120 км в час. С такой же скоростью плавает рыбомеч. А белохвостый скриш летает со скоростью 160-170 км в час. Диана, как ты думаешь, какое животное живет дольше всех? Известные долгожители, конечно, черепахи. Одна черепаха по имени Марион прожила 152 года. Не уступают черепахам по продолжительности жизни, но устворчатые моллюски Венус. Они живут около 150 лет. Есть долгожители и среди людей. Зарегистрирован рекорд – 122 года. А я вам расскажу о своем добром и унычем животном. Квопка считается самым счастливым животным в мире. Это безобидное травоядное животное обитает в Австралии и гуляет преимущественно к ночам. Перед хищниками квопка совсем незащитна и человека не боится, легко подпускает к себе. Улыбка на муточке – следствие расслабления мышц челюсти. Когда квопка не жует, она улыбается. Вот такое милое и безобидное животное. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Александра. И я, Диана. Итак, всем привет! С вами Витя Беганский. Интересно ли вам узнать, как блогеры празднуют свой день рождения? Тогда оставайтесь с нами и не переключайтесь. Ведь сегодня мы собрались на вечеринке по случаю дня рождения блогера Хеланье. Друзья, ну правда, давайте откинем всю мешуру из головы вообще, все, что мешает прекрасной жизни. Это вы в курсе, что это наши, как бы, отечественные блогеры. Всем добрый день, моя мамочка. Я ценю вас, что вы сегодня здесь. Мы самые близкие, самые любимые люди. Я очень хотела, чтобы этот день пришел с вами. И вот я сейчас стою здесь, и этот день с вами. Я очень это ценю. Это, на самом деле, самый масштабный день рождения, который у меня был. И подготовка началась еще, мне кажется, несколько месяцев назад. И это очень сложно. Если кто-то на день рождения отдыхает и кайфует, для меня это, ну, прям максимальная работа, большой труд. Здесь команда, больше ста человек. Это все организовывала, продумывала, все согласовывала, решали. Продумана каждая мелочь. Расскажите про ваш сегодняшний образ. Это дизайнер, модельер была Потемкина, нам шила по нашим параметрам, и мне, и дочкам моим. Сегодня Барби стиль. И начнем с того, что главное платье для именинницы, для Леды и ее дочек шили мы. Бренд была Потемкина. А нам этот тренд, вообще этот стиль очень близок, потому что у нас все платья такие женственные, воздушные. Итак, с чего началось ваше утро? С хлопот. С хлопот. Ну, первое, вообще, меня всегда поздравляют друзья. Уже есть такая традиция в 0000. Они приходят ко мне сюрпризом, устраивают грандиозный праздник конфетти, окунают мне лицом в торт. Ну, то есть, такие, мы немножко где-то сумасшедшие. И это очень круто, когда есть вот такие настоящие друзья, которые, несмотря ни на что, всегда рядом, всегда поддерживают и всегда устраивают какие-то сюрпризы. Что подарили вам дочке? Они сделали своими руками цветочки, сделали вот такую большую конфету, а внутри записки о том, как они сильно меня любят за разные качества. Да, все сделано своими руками, плюс они рассказали стихи, спели песню, там подарок на несколько часов оказался. А что сегодня стоит ожидать гостям, каких сюрпризов, что вообще будет происходить? Ожидать самый крутой день рождения. Сегодня будет выступать огромное количество артистов, просто потрясающая шоу-программа. И буду выступать я, и я сегодня презентую свой дуэт с известной группой. Впервые все его услышат. Итак, расскажите, насколько долго вы работали над песней, совместной с Еленой? Насколько возможно совместить наши плотные графики, но мы профессиональные девушки, мы несколько раз встречались, и это было очень качественно. Ведь самое главное – это качество, не количество. Я мой статус, а богаче, думала, у нас все иначе. Оказалось, вот такой ты, алый одуванчик. Сегодня на мероприятии «Дресс-код». Расскажите про ваши образы. Наши образы создавались российскими дизайнерами. Арт-кластер Таврида. Вот это все создавалось по нашим меркам, по нашим запросам. И даже нет, не так. Мы не запрашивали что-то конкретное, нас чувствовали просто как-то. Ну и уже мы не первый раз работаем. Да, и подобрали такое. Первый раз мы презентовали их там. И вот как раз сегодня они пришли, и с элементами разы. С элементами? Пинка, да. Все выдержали. Какую мультяшную героиню вам напоминает Лена? Лисичку. Белоснежку иногда. Наверное, вы хотели бы услышать сейчас ответ «Барби». Но все не так очевидно. Но это будет в будущем в нашем клипе. Какие пожелания вы передадите сегодня имениннице? Ну мы все уже сказали, но мы повторимся. Чтобы она была счастлива по-женски. Чтобы карьера шла в гору. Чтобы все ее радовало, деточки тоже были здоровы все. Счастья, любви, здоровья и вдохновения. Больше путешествий. Да, чтобы она шла по этому прекрасному пути красоты. Для людей. Вот то, чем она занимается. Чтобы она светилась и несла этот свет людям. Это мама нашей именинницы. Кто не знал, может дать аплодисменты, пожалуйста. Поаплодируйте, друзья. Поздравляем. Дорогие дни вашей дочкой. Двой с собой. Мы отдохнем. С собой вдвоем. С собой вдвоем. Мы этот мечтой. С собой вдвоем. Итак, как ты познакомилась с Леной? Расскажи, пожалуйста. Так, мы познакомились на премии InStars Awards. Нас там как-то вместе наградили. Сначала на первый InStars Awards, потом уже на следующий. Ну и потом уже мы с ней познакомились на интервью. Как раз таки в моем шоу «Кухня со звездой». Вот, мы там готовили, рассказывали про свои планы и т.д. Вот так и познакомились. Сегодня на мероприятии «Дроскод». Расскажи, пожалуйста, про свой образ. Так, ну у меня сегодня образ от грузинского-русского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова